Коротко об итогах 2014 года. Становится у нас уже какой-то традицией отмечать ушедший год, прошедший наш отчетный период, таким вот небольшим видеосюжетом о работе нашей общественной вореческой организации. Коротко о итоге. Что самое интересное может быть для членов нашей организации, это количество членов, на каком месте мы находимся в связи с подведением итогов работы всех районных подразделений общественной организации. Что я хочу сказать по этому вопросу. Количество членов нашей организации находится на стабильном уровне. Это порядка 830-840 человек на протяжении последних 4 лет. Резкий скачок у нас произошел 4 года назад, значит, от 600 человек до выше названной цифры. Сейчас это такая цифра плавающая, плюс-минус 10-15 человек в течение года. Также у нас осталось среди наших членов организации 6 женщин. Они у нас стабильно уже не меняются на протяжении последних 4 лет. Какие основные, значит, итоги нашей деятельности? По результатам работы организации в сравнении с 36 структурными подразделениями областной общественной организации, по итогам деятельности за 14-й год, Павличевская общественная охотничья организация заняла третье место. Третье место, в общем, это результат, я считаю, достойный. Общественная организация на Совете областном была названа передовой вместе с организациями Куменского и Ружумского районов. И за последние 4 года, значит, мы ниже 4-го места не опускались. Были и на первом месте, и на третьем, и на четвертом. То есть это, как, скажем так, находимся среди предовых обществ Кировской области. Какие еще у нас интересные результаты, значит, как всегда мы уделяем внимание большое спортивной жизни общественных наших организаций и областной общественной организации. А именно, что у нас это основное, это охотничий биатлон. В этом году, значит, на районном биатлоне приняли участие 84 участника. Это было 28 команд. Можно сказать, это самый такой представительский был районный биатлон среди всех лет, сколько он у нас проводится. Из лучших участников районного биатлона, значит, было сформировано 2 команды, которые защищали все историческое общество охотников и рыболовов на областном биатлоне. И добились результата, которого никогда раньше уречевское общество охотников не добивалось, значит, заняли первое место. Что говорит само за себя в плане того, что на районном уровне у нас стало принимать участие намного больше охотников, чем принимало, допустим, еще 5-6-7 лет назад. Соответственно, есть из кого выбрать. У людей проявляется интерес, значит, соответственно, растут результаты. И все это сказывается и на областном уровне. То есть в этом году первый раз... В прошлом году у нас было 9-е место, повторюсь. А в этом году, значит, первое. Будем стараться дальше нести, так сказать, спортивную честь общественной организации на должном уровне. И, значит, это достижение общественной нашей организации районной было отмечено статьей с фотографиями в газете охотника «Валов по Волжье и Урала» в номере 4-м за апрель 2015-го года. То есть нашим охотникам было это достаточно интересно ознакомиться. Это одно. В этом году мы приняли в фестивале конкурсе участие, как и в прошлом году поющая компания. Смысл этого предприятия, мероприятия состоит в том, что представители команды представляют различные организации уреческого района, всех сельских поселений. И в этом году тема была этого мероприятия, значит, посвящена 70-летию Победы. То есть тематика была обозначена. И каждая команда должна была исполнить по три песни, именно связанные с этой темой. Команда общественной организации, наша Оречевская, в этом году сумела также отличиться на этом конкурсе и среди 25 команд участников занять первое место. Первое место. В том году у нас было второе место в этом мероприятии. В этом году первое. То есть вот такие вот результаты, значит, третье место среди нашей работы, среди всех общественных организаций, именно по специализированной работе. Это, значит, учеты, работа с охотниками, биотехния, контроль за угодьями, борьба с браконьерством, борьба на реке, на водоемах, среди вот этого, в комплексе этого мероприятия. У нас третье место в биатлон, и в поющей компании, знаешь, первое место мы сумели занять. Какие у нас сейчас планы на ближайшее будущее? У нас сегодня на повестке дня, значит, открытие весенней охоты. Наша задача, значит, на закрепленной территории и в целом на территории всего реческого района сделать все от нас зависящее, чтобы охота прошла без ЧП, без происшествий. Самое главное, в том числе и начинается пожароопасный период, а у нас территория богата торфяниками, торфополями, которые потушить практически невозможно. Значит, в том числе наша рейдовая межведомственная группа будет отслеживать этот вопрос и принимать меры, если будут выявлены какие-либо нарушения. С охотниками, которые у нас получают разрешение на весеннюю охоту, значит, проводится инструктаж по поводу нахождения в воде, период пожароопасный. Все предупреждены, оформлен стенд, на котором висят правила поведения в охотничьих угодьях в связи с пожароопасным периодом. То есть это тоже будет контролироваться. Также будем заниматься выявлением нарушений природоохранного законодательства и на водоемах Оречевского района и на реке Вятка. Вот такие, скажем, планы наши на ближайшее будущее. На ближайшее. А в целом на следующий год, значит, мы постараемся те позиции, которые сумели достигнуть в 2014 году, постараться их удержать. Значит, также, опять же, мы будем принимать участие во всех мероприятиях, которые будут нам интересны, нашим охотникам, которые являются членами нашей организации. В тех мероприятиях, которые нам предложат и в которые мы посильнее будем принять участие, потому что вот в этом году нам не получилось принять участие в Спартакеаде, который у нас также в Оречевском районе проводится. Среди организаций и предприятий Оречевского района а не получилось у нас, потому что у нас такой был тут как раз такой тяжелейший период. Проводили мы зимние маршрутные учеты, то есть у нас очень большая была именно, так сказать, задействованность наших работников, наших охотников. Плюс у нас проходила в этот период именно подготовка к районному биатлону, что тоже заняло очень много времени и сил. То есть я уже масштаб проведения озвучил. он практически на уровне областного у нас проходит. И потом мы в этот же период готовились в том числе и к областному биатлону. То есть вот это все на нас совместно здесь свалилось, а в Спартакеаде там тоже очень много дисциплин и пришлось просто, вынуждены были отказаться, потому что ЗМУ все-таки для нас это приоритетный так сказать направление нашей деятельности, которое вообще дает нам возможность на получение квоты, на отстрел, на освоение ресурса на следующий год. То есть если мы здесь допустим какую-либо оплошность, то нашим охотникам в следующем году охотиться не придется на лося, по крайней мере точно. поэтому нам пришлось отказаться. Хотя мы очень хотели принять участие и я думаю, что сумели бы достойно выступить, потому что среди наших охотников и работников организации есть много людей, которые увлекаются именно спортом и желают себя проявить. Посмотрим на следующий год, может быть, если будут каким-либо образом, может быть, сроки сдвинуты проведения Спартакеаде или еще что-то может быть, как-то изменится. Постараемся тоже принять участие. Но вот эти вот виды, если нас будут приглашать на поющую компанию, но биатлонд это, конечно, тоже наш родной вид спорта охотничьей биатлонд, поэтому тут-то уж мы обязательно будем принимать участие. Так что то, что нашим охотникам будет интересно, всегда они найдут понимание среди администрации нашей общественной организации, всегда пойдем навстречу. Если они что-то предложат нам интересно, значит, будем развивать помимо всего прочего, двигаться и в этом направлении. Ну, вот коротко у меня и все. В марте месяце наша общественная организация проводила 25-ю выставку, которая уже традиционно у нас стала межрайонной, так как порядка 10-ти районов Кировской области охотников приняли участие на нашей повореческой выставке. В этом году в ней было представлено 44 собаки охотничьих пород. В основном, конечно, это были западно-сибирские лайки. По сравнению с прошлым годом у нас так, если не память не изменяет, 36 собак было задействовано. В этом году 44 то есть она уже границы мы сумели расширить представительство. Два ринга было организовано, самый большой это, конечно, для лайек. На втором ринге значит были оценены все прочие собаки, которые были представлены. Их было достаточно немного, поэтому значит, на двух рингах мы это все проверили. Люди получили оценку перед испытаниями для своих питомцев. В общем, остались довольны, пожелали, чтобы и в дальнейшем это значит мероприятие у нас проводилось регулярно. Соответственно, оно и будет проводиться. Как я уже говорил, на нашем районном биатлоне приняли участие 84 человека, это имеется в виду именно в биатлоне, которые значит были сформированы в 28 команд. Ну, значит, сейчас мы озвучим, которые те команды, которые заняли лидирующие позиции. Первая команда, первое место заняла команда Коршика, Коршик 1, они выставили две команды. Второе место значит Истабенск 1, это тоже было несколько, у них две команды. Третье место заняла Коршик 2, четвертое место команда Стрижей, пятое место значит команда Истабенск номер 2, шестое место Это Клосс номер один, седьмой Клосс номер два, восьмой Лёвинсу, девятое Медитек и десятое почётное место, скажем так, для штатных работников Хоречевского Раида. Команда заняла команда егерей. Но дальше мы перечислять не будем, потому что такая первая десятка у нас сформировалась. В том числе такое ноу-хау было в первый раз применено на нашем двадцатом чемпионате по охотничьему биатлону. На момент подведения итогов, когда судейская комиссия работала и выявляла сильнейших, в этот момент провёлся между охотниками такой вид соревнования, так называемая охотничья дуэль, в которой принимали участие и как охотники, которые перед этим предварительно участвовали в охотничьем биатлоне, так и те, которые не принимали участие в охотничьем биатлоне, а решили проверить себя только в качестве метких и быстрых стрелков. Смысл соревнования состоит в том, что нужно как можно быстрее выстрелить по глиняной тарелочке, которая установлена на подставке на расстоянии 25 метров, и попасть в неё, когда с тобой рядом по своим тарелочкам стреляют оппоненты ваши. Если вы стреляете первый и попадаете, значит, соответственно, вы выходите в следующую стадию данного соревнования. Очень большой интерес у наших охотников этот вид соревнований возымел, скажем так. Приняли участие в нём более 50 человек. Я предполагаю, что на следующий год эта цифра увеличится намного, потому что так как это был первый раз, ещё люди особо как бы не представляли, как это будет выглядеть, будет ли это интересно. Но по тем отзывам, которые, значит, я получил после проведения соревнования, когда участники и на месте высказывались, и приходили потом к нам в нашу общественную организацию, то есть восторженные мнения наиболее, потому что очень она такая психологически, значит, интересная для охотников, для стрелков соревнования. Поэтому, значит, ноу-хау это мы будем продвигать и дальше. Я думаю, что у нас количество и участников в биотклоне, и количество участников, так сказать, в соревновании такой, так называемой охотничьей дворе, либо сравняются со временем, либо, значит, желающих пострелять, наверное, будет ещё больше. Отказывать мы в этом месте никому не будем. У нас по формированию команд есть там определённые требования по регламенту, а здесь, значит, мы будем допускать всех, соответственно, кто пожелает членов нашей общественной организации. Ну и в заключение своего такого небольшого выступления мне бы хотелось сказать и мужскому, и женскому населению Оречевского района, города Кирова и близлежащих районов, что охота для тех, кто ещё об этом не знает, это прекрасное времяпровождение, это всегда заряд бодрости, энергии и позитива на долгие-долгие дни, для некоторых месяцев, и мы всех приглашаем к нам в гости, приглашаем к нам на охоту, нам есть что показать, есть чем поделиться с вами своей, так сказать, природой, своими, значит, лесными богатствами, которые у нас, несомненно, имеют место быть. Приезжайте к нам в гости, значит, может быть что-то ещё интересное, интересное вы здесь для себя найдёте, так что будем всегда рады пообщаться, может быть вы нам что-то интересное посоветуете, порекомендуете, мы всегда готовы учиться у тех, кто знает больше нас, может быть мы вам что-то расскажем, и поэтому общение оно должно быть в режиме нон-стоп, бесперерывно, мы всегда открыты для вас, всегда ждём вас к себе в гости, очень вас любим, приезжайте в наш дом, наши двери открыты. До новых встреч!